Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Скажи привет! Ну, скажи её. Сказать надо привет! В общем, привет всем! Настя очень любит сниматься видео. Как только я беру камеру, она мне её забирает и говорит «Я, я, я!» Да? Скажи «Я». Да, я. Да, стесняшечка. Покажи, какую куклу тебе подарили. Куклу, куклу. Бебек, где? Ну, принеси, давай покажем. Здесь. Мы ждём гостей. Бабушку, тётю Галю. Тётя Галя уже скоро улетает, ещё ни разу ко мне в гости не приходила. Ну, как, приходила, но не на ужин. Решила сегодня приготовить ужин. Обычно же никогда не готовлю. Вот сегодня решила приготовить. Давай. Бебек, по-турецки говорит. Бебек, иди сюда. Вот такую Бебек нам подарили. Очень похоже на Настю Бебек. Спасибо, Наталья с Андрею. Такая кукла красивая. Настя, видеть, с ней таскается, да, Бебек? Нравится? Что это? Что-то не нравится ей. Вообще, что я на ужин приготовила? Как обычно у меня картошечка, крылышки. В горчичном бедовом соусе. Бебек тут у нас, да. Грибы буду делать в духовке. Сейчас буду их с начиночкой такой делать. Суши сделала. Рулетики с рыбы сделала. В общем, много всего наделала. Буквально осталось меньше часа, когда они придут. Я, как всегда, не успеваю. Приехала с курса. Сегодня курсы каждый день у меня. В будние дни. До половины первого, пока доехала, пока туда-сюда. И вот сегодня прибралась чуть-чуть дома. И вот, собственно, ужин готовила. Съездила, забрала Керема из школы. Демир сегодня дома был. Кстати, вот недавно тут отдавали Керема. Ой, Демира хотели отдать на теннис. У него не зашел этот теннис. Совершенно ему не понравилось. Ну, а причина была еще в том, что он заболел. Когда мы ехали домой, он заснул. В общем, после этого тенниса. Настя, после этого тенниса. И температура была очень плохо себя чувствовала. Короче, не вовремя мы начали этот теннис. Ну, в любом случае, в таком настроении, в таком самочувствии теннис ему не зашел вообще. Вот, поэтому с теннисом мы тормозим. Попробуем отдать на футбол. На футбол у нас уже ходил, футбол любит очень. Вот, сегодня хотела поехать, забыла заехать. Потому что Демиром бабушка водила в больницу, пока я была на курсах. В общем, туда-сюда. Плюс еще по работе нужно было дела сделать. Ну, в общем, не успел. Завтра постараюсь после курсов сразу заехать, узнать, что там с футболом, когда можно начинать. И что еще? Завтра уже в школу пойдет. Сходил в больницу, сказали, вроде ничего, нормально. Все, горло нормально, уши нормально. Но он весь такой вялый. Мама говорит, вообще ел ледошел. Скорее всего, начинает заболевать. У нас Керем на прошлой неделе болел. У него вирус был. Ну, он недолго, пару дней, наверное, у него температура была. Он так быстро прям выздоровел. Вот, Адемир, вот, походу, начал тоже. У него, видимо, самочувствие такое не очень. Поэтому, ну, выписали там лекарства ему подавать. Это как раз, когда начинаешь заболевать, его попить. Ну, надеюсь, завтра уже нормально будет, в школу пойдет. Вот. На выходных у нас планы. Мы снова идем в поход. Идем теперь в другое место. Только нам понравилось прям с палатками. Мы заказали себе еще один матрас. Идем с друзьями, уже с другими друзьями. Со всеми по очереди ходят. Не, ну, кто может, тот идет. Вот, едет, скажем так. Вот. Поедем в хорошее местечко. Такое в Куркутеле, по-моему, город называется. Не помню, была там или нет. Но на ночь там точно нигде не оставалось. Тем более в палатке. Вот. Поедем туда на выходные. Что у нас еще новенького? Не знаю. Это видео, наверное, позже выйдет. Поэтому уже, наверное, выходные наступили. В общем, пока сижу болтаю. Пошла доделывать грибы. Покажу вам стол наш. Тетю Галю покажу. Маму покажу. Очень скоро будем пировать. Наверное, как неправильно сказать, отмечать отъезд. Это плохо сказано, скажется. Потому что, ну, мы, конечно, не рады, да, то, что тетя Галя улетает. Жалко, что вообще месяц всего. И, как бы, вроде как месяц много. Но кажется, как будто всего неделю здесь она была. Но максимум две месяца, вообще не скажешь. Вот. Жалко, что не может на дольше остаться. Так бы, хоть и маме повеселее было бы. Ну, надеюсь, что еще тетя Галя к нам приедет, да, тетя Галь? Вот. Что еще? Что еще? Все, пошла готовить, доделать. Сейчас салат еще, кстати, порежу. Ну, так, сырочку какого-нибудь. Бастурма у меня есть. В общем, когда ко мне приходят гости, я стараюсь прямо на полную накрывать. Ну, не всегда, конечно, получается. Но, надеюсь, в этот раз получится. Я вот тут ходил. Здравствуйте. Здравствуйте. Я говорю, мама с тетей Галей зашли, я говорю, вы, надеюсь, здрасте, вы, надеюсь, голодные. Потому что пока вы все тут не съедите, вы не уйдете. Ну, на самом деле, Галя блинчики. Ела. Да. Блинчики ела с мясом. Ну, я с удовольствием еще все перепробую. Перепробую. Сказали, все съесть надо. Я вот водички принесла. Отлично. Дай я ее вниз поставлю, чтобы она на столе не мешала. Все, тетя Галя, можете пересаживаться. Она ушла. У нас больше никого не будет тут. Больше никого не будет? Не, аур позже не придет. Она сейчас опять это придет. Да не, не будет, садитесь, не переживайте. Давайте я вам расскажу, кто по окому на вас... Это кто огурцы принес? Да это... Она мне начала давать. Я говорю, давай сюда положим пока. Да, вот я тут суши приготовила. Ну, как обычно, домашние. Пить, сейчас я тебя попить налива. Домашние суши с рыбкой. Рыба... Ой, рыба, говорю. Грибы. Ой, кто у нас проснулся там? Перемчик проснулся на стол. Так, в общем, грибы фаршированные с грибами. Да. С сыром. Вкусные. Этот, ну, бастурма здесь, понятно. Салат решила сделать с майонезом. Потому что вчера было у вас только с этим. С маслом. С обычным, да, с маслом гимнут. Ну, никто не знает, чем я вчера вас угощала. Поэтому... Нет, мне рассказывала. А, да, то есть можно было приготовить? Нет, я готовила так, чтобы было нам вкусно, а не тем, кому смотрят. Кто смотрит. Мы будем есть, а не смотреть. Да, Настя? Ну, я так немножечко расскажу. Тебе тоже тарелочку, значит, что ли, принести? Так, ну, здесь крылышки маринованные в горчично-медовом соусе. Картошечка круглая. Вчера она, кстати, тоже была у мамы. Никто не знает об этом. А я все рассказала. Теперь знаю вот уже. Тут рулет с рыбой. Ну, как обычно, у меня не получается этот рулет. Потому что лаваш весь, это... Короче, сложно здесь найти нормальный лаваш. Поэтому он у меня так развалился. Это рыба и лабне цвет. Я его, знаешь, что делала? Я его сбрызгивала водой и клала в полиэтиленовый пакет. Тогда он не лопается, как бы так, не потрошится. Это слишком долго, поэтому будем есть так, как есть. Я не возражаю. Оно все равно вкусно, поэтому... И куча всякого, всяких сыров, да? Куча, да, ну, чутка. Не, ну, чутка куча. Чутка куча. Это, по-моему, из России. Это, по-моему, из Кипра. Это, по-моему... Из Германии. Либо из Германии, либо из России. Это уже не помню. Вот. Что, давайте кушать для этого суши. Если вы едите с этим соевым соусом, то можно на это продон соленый. Я тебе сделаю сейчас. И Насте все кричат. Что, давайте покушаем, потом поболтаем. Да, давайте. Наелишь? Да ничего не наелись, ничего не съели вообще. Смотри, сколько у меня косточек не показано. Сейчас посчитаю, сколько у тебя там. Ничего не съели. Суши чутка подъели. Это все ваши блины с мясом? Ну, ты знаешь, это блины блинами. В Турции. Как раз у меня только видео вышло. Обсуждаем, кто же будет покупать недвижимость в Турции, кто не будет покупать. И будут ли покупать вообще. Да, Настя? Да. Как у тебя дела, Настя? Скажи, хорошо. Ты мне прям какие-то вопросы начинаешь задавать, она сразу такая стесняется, сразу. Куда ты еще на стол? Прыгать не надо. Ладно? Ты же хорошая девочка-то. Настя. Настена. Ну, что там у тебя? Ты спать не собираешься? Не-а-а. Не? Соскучилась по бабе Гале? Давно не видела ее, да? Голодно говорю, сейчас... Она заснула у нее на руках сегодня. Я прихожу, она... А я говорю, а баба Галя с бабой Леной придет? Она не-е-е. Я говорю, не хочешь? Она не-е-е. Ну, не заметно как-то, что она не хочет. Брите ей волосы с лица. Давай. А, уберите, думаю, брить. Брите. Нет, уберил. Они все у нее там растут и растут. Все длиннее и длиннее. Ну, у нее, значит, волосы будут густые. Хорошие волосы. Главное ей челку не состричь. Это вот ни в коем случае нельзя делать. Вот эта лапа у нас все порывается. Ну, пока собирать надо потихоньку. Боже упаси. Тюрь Галя, ну что вы на отдохнулись, на отдыхались? Ты ее уже провожаешь? Ну, я говорила вот в начале видео, что так быстро месяц прилетел, как будто неделя только, да? Ну, прилетел быстро. Да. Ну, кажется, как будто вы прям чуть-чуть побыли. На, Настя, снимать видео. Настя снимает, внимание. Всех показала? Кого будем бабу Галю показывать? Да. Сидели сейчас как раз обсуждали погоду. Говорю, когда на море поедете. Ну, погода пока не радует. Точнее, она радовала, вроде нормально все было. Нет, ну тепло, но сейчас, тут я с собакой гуляла, дождик. Прям я так подмокла. А сюда шли с Галей, уже дождика не было. Мне показалось прям прохладно как-то, прям, да вот? А потому что ветерок уже прохладный. Он не то, что теплый ветер. Ну, вот это бывает то, что вот выйдешь из воды, вот как вот мы ходили. А такое теплое, ну, вот ездили на море. В Кемере, что ли, когда-нибудь? В Кемере или где? И в Кемере это были, и здесь были. С утра, когда придешь, знаешь, это ветер такой теплый, он это обдувает тебя. Да, из воды выходишь не холодно. Нет, я не чувствую ничего. А потом, когда, знаешь, уже к обеду идешь, выходишь уже из воды, уже ветерок такой, что вот как бы прохладный. Ну, он вообще поднимается к обеду. Ну, да, из золы сразу, да. Потому что мы были с утра вообще вот тише и гладь, и никакого не ветра, ничего. А вот к обеду уже начинает погода. Ну, правильно все же объяснимо, сбор там все спускается. Ну, так конец октября уже что-то. Ну, сегодня, сегодня, вот, знаешь, это, ну, как вот, сидела около. Ветер, не сказать, что он холодный. Не сказать, что он холодный, но он уже... Свеженький такой. Такое, да, освежающий немножко. Ну, я вот это, с утра выхожу здесь с детьми, когда вот сегодня ему же штаны одел, думаю, это прохладно. Выхожу, мне прям прохладно, хочется кофточку одеть. Но в обед на солнце прям жаришка. Да, жаришка, да. Поэтому погода, конечно, такая. Хотя мне многие писали, вот, когда я как раз видео с Кемеры выкладывал, многие писали, да ладно, тепло, мы там в кофту вообще не одеваем вечером, нам вот жарко в футболе. А мне показалось прохладно вечером. Мне тоже показалось прям прохладно. Либо мы так уже привыкли, кто приезжает, а? Сладкое, да? Ты еще горькое не ел, тебе уже сладкое. Вот, а мне кажется, что мы привыкли, просто кто приезжает там с нуля, да, там с Москвы сейчас 0 градусов или сколько там сейчас, ну практически. Не знаю, не смотрел. Не знаю, ну холодно, да, наверное, им кажется, что тепло вечером, не хочется какие-то кофты делать. Ну, конечно, по сравнению там. А мы там 40 градусов у нас было, и тут вдруг уже 20. Ну, правильно, не 20, а 20. Он Иришка уже эту куртку осеннюю одевала. Одевает. И все спрашивали, кстати. И осеннее. Это ботинки одевала. Мне кажется, уже все. Спрашивали температуру воды? Море. Море, да, воды в море, да. Мне кажется, что градусов 27-28 вода. Не, мне кажется, прохладнее. Нет, нет, нет. Нет, нет, она не прохладнее. Не знаю. Она так, оно и есть. Очень. Вода вот очень. Я там градусник где-то был, в следующий раз поем померю. Ну, ты же закрыла купальный сезон. Так я же просто встала и наклонилась. Так надо ехать, закрывать нам с Галей плавательный сезон. Я вот хочу закрыть уже. А Галя вынуждена закрыть. И у нее просто других вариантов нет. Нет, есть вариант. Остаться здесь со штрафом. И потом депорт лет на пять. Да нет, уже ж такая погода, что особо не покупаться. Ну да. Ты что, мучиться-то? Так, ну что, давайте доедаем уже. Ну давайте доедаем. Я буду прощаться со всеми. Всех видно. Не знаю. У нас сегодня девичник. Я тебя вижу. У нас сегодня девичник такой, ну не считая детей, урт там где-то стрижется. Ну он сейчас придет. Он сейчас придет, будет доедать. Вот, вот, будет доедать. Ты переживала, что мы ничего не едим. Вот пусть урт. Все, ладненько. Всем пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok